Когда мы говорим новозеландское вино, мы представляем себе бутылочку Савиньон Блана. А когда мы говорим аргентинское вино, мы представляем себе Мальбек. Всем привет! Вы на канале Yellow Limoncello, канале про алкогольные напитки и не только. А у нас сегодня время вина. Мальбек. Именно с данным сортом винограда у нас ассоциируется аргентинское вино. Недавно в Ленте приобрела вот такие вот две бутылочки Тропичи, Мальбек и Тропичи Савиньон Блан. По 800 рублей за каждую. Неплохая цена. Посмотрим же, что это за вино. Тропичи. Это один из производителей вин Мендоса, который выделяется на фоне других. Это хозяйство знаменито своими красными винами сорта Мальбек. К слову, это французский сорт, но в последние годы Мальбек превратился в синоним аргентинского виноделия. Однако, это далеко не все, чем знаменитое и примечательное винодельческое хозяйство Тропичи. Тропичи. Это номер один по производству Мальбека и самый узнаваемый бренд в мире. Их вина представлены аж в 80 странах. История успешной сегодня винодельни уходит корнями в 1883 год, когда некий Дон Трибусио Бенегас открыл магазин в городке Гадой Круз и начал всячески развивать провинцию Мендоса. Бенегас поддерживал производителей вин высокого качества, поскольку низкосортные вины не пережили бы долгого путешествия в столицу. Будучи губернатором региона, Бенегас сумел получить крупный кредит, чтобы основать банк Мендоса. Этот банк финансировал в том числе и растущее количество виноградных плантаций. Благодаря усилиям господина Бенегаса провинция Мендоса развивалась. Он подготовил почву для будущей успешной винодельни Тропичи, да и в целом для всей Мендосы, которая стала самым важным винодельческим регионом Аргентины. Изначально территория виноградников Тропичи занимала всего лишь 6,5 гектаров, а сегодня урожай собирается с виноградников, общая площадь которых превышает уже 1000 гектаров. Популярность этих вин сегодня отчасти связана со стабильными результатами. Каким бы ни был урожай, какие бы сложности ни были на пути, вы всегда можете рассчитывать на эталонный вкус вина Тропичи из года в год. Все дело в том, что Тропичи сотрудничает с 200 независимыми фермерами, которые поставляют свой урожай на производство. Виноделы Тропичи отбирают лучшие грозди, чтобы добиться нужного результата. Собственные виноградники хозяйства разбиты на 10 участков, которые располагаются в провинции Мендоса на высоте от 600 до 1200 метров над уровнем моря. Здесь выращивают сорта мальбек, каберне-савиньон, савиньон-блан, пинануар, сира, шардоне, мерло, вианье, пинагриджо и другие. В 2019 году журнал «Винный энтузиаст» назвал Тропичи лучшей винодельной нового света. А британское издание Drinks International пять раз включало Тропичи в список 50 самых уважаемых винных брендов. Химикаты и прочие гербициды запрещены на местных виноградниках. За состоянием почвы тщательно следят и поддерживают биологическое разнообразие, высаживая на виноградниках различные растения. В качестве подкормки здесь используют только натуральные удобрения с местных ферм. Все это не просто дань моде, а возможность сохранять виноградники здоровыми и производить вино из высококачественного винограда. Безусловно, у Тропичи много разных линеек, но сегодня мы рассмотрим только одну. Мальбек – это вино насыщенного темно-красного цвета. В аромате доминируют оттенки сливы, вишни и пряностей. Выразительное, округлое и хорошо сбалансированное. С шелковистыми тонинами, нотками ванили и трюфеля в послевкусии. Каберне Савиньон – вино благородного пурпурного цвета. Раскрывается ароматами спелых фруктов и восточных специй. Элегантное и отлично сбалансированное во вкусе вино. С выраженной тонинной структурой и сочным бархатистым послевкусием. Пинануар. Отборный виноград сорта Пинануар дарит этому вину особую свежесть, насыщенный рубиновый цвет, приятную бархатистую текстуру и прекрасный фруктовый аромат с вишневыми и сливовыми оттенками. Шардоне. У вина светло-желтый цвет. В букете раскрываются характерные ароматы спелого красного яблока, ананаса и мармелада. Освежающее и округлое во вкусе вино. С нежной кислотностью и нотками тропических фруктов в послевкусии. Торонтос – это изысканное белое вино, прекрасно сочетающее в себе яркую фруктовость и прекрасную сбалансированную кислотность. Для его производства используется виноград сорта Торонтос, который занимает лидирующие позиции среди белых сортов винограда в Аргентине. Также его отличает тонкий, слегка пряный аромат с нотами белых цветов, которые дополнены оттенками экзотических фруктов. Внимательный зритель мог заметить, что я указала в ассортимильте «Мальбек», но не указала «Савиньон Блан». Это я сделала специально. Про «Мальбек» я не могла не рассказать, а «Савиньон Блан» я решила, что мы и так попробуем на дегустации. Цвет у «Савиньон Блана» бледно-соломенный. По аромату это не типичный «Савиньон». Знаете, он больше уходит в какую-то тропическую историю, прям как «Шардоне». В ароматике также присутствует какая-то минеральность, косточковые фрукты, белые цветы и... Я вот еще уловила жимолость. Интересно. Пробуем? Знаете, я небольшой поклонник «Савиньон Бланом». Мне он кажется слишком кислым. Но вот в данном вине эта кислинка, во-первых, уходит в послевкусие, во-вторых, она очень даже умеренная. Вкус вина можно описать как ярко-фруктовое, цитрусовое, с хорошим балансом. Оно гладкое, а умеренная кислинка на послевкусие. Ну а теперь приступаем к «Мальбеку». Это прям флагман данной винодельни. Чем больше ты вот так вот делаешь, тем больше раскрывается какой-то фруктовой ноты. Если честно, кстати, напомнил Мерло. Что-то от него такое ягодное есть. В первую очередь это ежевика, черешня, вишня, красная слива. Но если вино так вот постоит у вас, то приобретет какой-то дымочек, более какие-то древесные оттенки. Тонины здесь присутствуют, но они такие очень умеренные и уходят легким шлейфом в послевкусие. Это ягодное вино, чувствуется ванилька, чувствуется древесина. Но это не как Мерло. Если у Мерло вам сразу тонны ягод попадают в рот, то здесь это такое, знаете, спокойное, тихое, плавное. Ягодка есть, но она такая, разбавленная чем-то. Как бы так получше описать, это сочное легкое вино, но без ярких акцентов. Также во вкусе вы различите нотки вишни, сливы и какой-то древесинки, даже некоторые специи. Я бы назвала это такой, знаете, стиль теплого мальбика. В целом это шикарное вино из Аргентины, я думаю, стоит на него обратить внимание. За свои деньги, наверное, просто топчик. Достаточно умеренно, достаточно ароматное, достаточно сбалансированное. Ну, а на этом у меня все. Вы были на канале Yellow Limoncello. Не бойтесь дегустировать и пробовать. Всем пока! И все-таки мальбик шикарен! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok